Здравствуйте! Время новостей. В студии Татьяна Фомина. Основные темы выпуска. Еще не поздно. Открыть спецсчета и перевести на них деньги, отданные в общий котел. Тема капитального ремонта жилых домов на устах у областных депутатов. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет дружба. Ахтубинские школьники встречали иностранных гостей хлебом с солью, песнями и танцами. И Новый год для всех. Специалисты Центра социальной поддержки населения объявляют о начале благотворительной акции. Начнем выпуск с региональных новостей. Найти источники наполнения областной казны и заложить фундамент для достойного будущего. Об этом шла речь на пленарном заседании Думы Астраханской области. О найденных решениях и принятых мерах расскажем в первом сюжете программы. Вопреки сложившейся практике, голосование по вопросу повышения ставки транспортного налога решено было сделать открытым. Такой подход предложил председатель Думы Александр Клыканов, чтобы каждый депутат мог лично и публично отстаивать свою точку зрения. Документ предлагает ввести прогрессивный налог для автомобилей мощностью свыше 250 лошадиных сил. По сути, налог на роскошь. Налоги – это главная составляющая бюджета, и поэтому, особенно в сегодняшних условиях, нам нужно искать все возможные источники. Пытались, и, как нам кажется, мы этого добились, все-таки обеспечить социальную справедливость. У нас ещё пока солидарное государство, подчеркнула вице-спикер Ирина Родненко. Здоровый платит за больного. Работа способна из-за пенсионера, значит, богатый за бедного. Хорошо это или плохо, так оно и есть. Мы всегда апеллируем к развитым демократическим, прогрессивным странам. Но там прогрессивные налогные доходы бывают до 60 и больше процентов. Правительство разработало новый законопроект с учётом замечаний депутатов. Мощные автобусы и грузовые автомобили исключены из списка, облагаемых повышенной налоговой ставкой. Большинство депутатов посчитали законопроект обоснованным и проголосовали за. Документ принят в окончательном чтении. В стеснённых условиях формирования бюджета без малого 40 миллионов рублей, которые сулят эти изменения, сумма немалая. Вместе с тем депутаты во втором чтении утвердили преференции, в том числе и на транспортный налог для резидентов особой экономической зоны. Созданная в Наримановском районе. По мнению законотворцев, это даст хороший задел на будущее. Самое главное, будет создана производственная база, которая нам позволит и в будущем формировать и нормальные социальные условия, они, кстати, уже на этих предприятиях, ну и, собственно, и налоговую базу. В первом чтении депутаты рассмотрели проект закона о стратегическом планировании. В документе закреплены полномочия органов исполнительной власти по разработке проектов стратегического планирования и контролю их реализации. Председатель профильного комитета Думы Татьяна Максимова считает, в этом вопросе необходимо дать больше полномочий парламенту. Стратегия должна утверждать Дума, но не правительство. На сегодняшний день очень важно увеличить число точек контроля за деятельностью правительства. Есть изменения в жилищно-коммунальной сфере, в части капитального ремонта многоквартирных домов. Особое внимание в новом проекте закона уделено соблюдению прав собственников. Если люди не хотят платить в общую яму, в общий котёл, они в течение полугода могут открыть специальные счёты. Деньги, которые они успели отдать в государственные конды, в этом случае переводятся на спецсчёт Думы. Также речь шла о создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, о беспрепятственном доступе на избирательные участки. В следующей выборной кампании на участках должны появиться пандусы. Депутаты поддержали этот вопрос единогласно. Мы поддержали это однозначно, и абсолютное большинство депутатов. Почему? Да потому что надо внимательно относиться к людям, которые имеют инвалидность. Я только что был на выборах президента Белоруссии. Там даже слепые избиратели имеют право проголосовать самостоятельно, используя отдельные бюллетени для голосования с системой Брайля. Законотворцы приняли два обращения к Государственной Думе и правительству Российской Федерации в сфере коммунального хозяйства по вопросам обращения с отходами и в области жилищного строительства с ходатайством о недопущении увеличения стоимости жилья на первичном рынке в связи с туплением в силу новых положений федеральных законов. Также депутаты поддержали санкции в отношении коллег, которые пропускают заседание регулярно и без уважительных причин. Речь идёт о досрочном прекращении полномочий. Все детали проработают ко второму чтению. Подобный законопроект был один, если даже сказать точнее, самый первый законопроект, который я уносил, стал в своё время депутатом и председателем Думы. Практика показывает, как правило, те, кто недисциплинирован в законотворчестве, он также недисциплинирован в отношении своих избирателей. Также выступили представители политических партий, не представленных в Думе. Их предложения перекликались с текущими рабочими вопросами повестки депутатского корпуса. В частности, непарламентские партийные лидеры высказали свои предложения по сохранению природных богатств, наведению чистоты, регулированию работы органов местного самоуправления, транспорта, усилению контроля за расходованием налоговых средств. Предложение взято на контроль. В администрации Ахтубинского района прошёл день местного самоуправления. Тем для обсуждения было немало. Это и ситуация с пожарами, и эпизоотическая обстановка. В список самых актуальных вопросов вошёл порядок обеспечения населения газовыми баллонами, а также дальнейшая утилизация таковых. Подробности у Сергея Луцева. Традиционно на день местного самоуправления, проходивший 17 ноября, были приглашены главы сельских администраций, представители налоговых органов, главы крестьянско-фермерских хозяйств, руководители предприятий. Один из основных вопросов обеспечения населения Ахтубинского района газовыми баллонами, доложил Сергей Кривцов, начальник службы ГЭС по Волжье. На данный момент создалась очень у нас серьёзная и неприятная ситуация по обеспечению людей нашего района газовыми баллонами. С чем это связано? Я вам буквально минуту. У нас в конце 2014 года вышли федеральные нормы и правила, которые нам чётко указали, сколько должен служить баллон, что с ним делать и как с ним будет. Согласно федеральных норм и правил, все газовые баллоны 27 и 50 литров подлежат эксплуатации не более чем 20 лет. Так как население и организация, обеспечивающие газом, к этому не готовы, руководство газоэнергосеть по Волжье дало разъяснение. Было указано, что баллоны, изготовленные ёмкостью 27-50 литров, изготовленные по ГОСТ 15-860, срок службы их 40 лет. Далее они освидетельствования не подлежат. И выводятся из эксплуатации. Пригодны они, непригодны. Хороший у них вид, нехороший. И они выводятся из эксплуатации. Баллоны, изготовленные по другому ГОСТу или по техническим условиям, срок службы их 20 лет. Сергей Кривцов доложил собравшимся о списании 80% газовых баллонов на предприятии, их дегазации и дальнейшей утилизации, об обновлении фонда баллоны в 2015 году. Однако много вопросов остаются нерешенными, и он обратился за помощью к главам муниципальных образований. Глава района Виктор Ведищев поставил задачу по разъяснению ситуации, обеспечивая газом главу. А лучше всего разъяснить заранее. Соберите дед народ или там группами, там, в школу пришли, сначала депутатов, потом в школу пришли, потом на почту пришли. И это само собой дойдет до каждого вся эта информация. В ходе поступивших вопросов от глав поселений уточнили действия должностных лиц по утилизации старых баллонов, проведение обязательной дегазации. Особо остро был поднят вопрос на совещание. Выдача квитанции и оформление документов. Самое главное, чтобы было обозначено красной такой ниткой, красной линией, что человек сдает баллон, новый баллон, вы ему даете какую-то там справку, бумагу, еще что даете, там себе где-то вы регистрируете, и чтобы у него была гарантия того, что если он баллон, значит, меняет, или потом, когда он хочет забрать свой баллон, чтобы у него была соответствующая, значит, справка, бумага, документ. Если вы это гарантируете, я думаю, что вы гарантируете это дело, то все вопросы людям разъясняют, и все вопросы будут сняты. Подводя итоги, Виктор Ведищев акцентировал внимание глав муниципалитетов и ООО ГЭС по Волжье на совместную работу и решение вопросов обеспечения населения газом. Мы должны иметь четкое единообразие, как действовать с этими баллонами на территориях Кубинского района. В целом, а то получается, у меня Ширево все нормально, Храпово все нормально, у Каширского нет. Все услышали? На вопрос ваши ответили? Сергей, спасибо вам большое. О порядке взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с налоговыми органами, формировании и исполнении соответствующих бюджетов, обмене информацией выступила заместитель начальника налоговой инспекции Анна Жихарева. Спланированы совместные выезды специалистов налоговых органов и администрации района для встречи с жителями сел и разъяснения возникающих вопросов. О состоянии эпизоотической обстановки на территориях Кубинского района доложил главный государственный ветеринарный инспектор Александр Панченко, который привел примеры выявления вирусных болезней к Юго-Кастраханской области и напомнил о необходимости соблюдения ветеринарно-санитарных правил владельцами животных. В ходе совещания начальник финансового управления Наталья Козухина и глава района Виктор Ведищев довели собравшимся основные цифры бюджетной проектировки на 2016 год. Формирование бюджета проходит очень напряженно, доходная и расходная часть несбалансирны, области дотаций и субсидий сокращаются по школьному образованию, по организации питания начальных классов и обязанности возлагаются в полном объеме на район. Еще раз повторяю, сформировали расходную часть, потом, как мы жили в 2015 году, плохо или хорошо, но по крайней мере мы к чему-то там выходим, там с небольшими кредитоками, но если нас с кредиторками еще обваливают, поэтому расходную часть мы будем как можно до последнего и бороться за доходную часть. Если нет, тогда плюс нам ущипнуть, хотя бы взять максимальный дефицит, ну и на выживание, но выживание вот такое. Поэтому просите дальше, ни деньги не просите, потому что мы вот такая ситуация побежим. Завершился день местного самоуправления сообщением помощника главы администрации Александра Солмина о состоянии работы по второму этапу всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». С 16 по 27 число проходит всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Она проходит ежегодно, проходит два этапа. Сейчас мы работаем второй этап. В принципе, что от нас зависит? От нас зависит это доведение информации, это телефонное доверие, это проведение тех акций, мероприятий, которые вы проводите, которые проводятся в учреждениях культуры. И прежде всего в школах довести эту информацию, разместить телефонное доверие и мониторить ситуацию. Наша задача не ловить и лечить наркоманов, а вести своевременную и повседневную профилактическую работу, закончил выступление Александр Солмина. В районном обществе инвалидов состоялась отчетно-выборная конференция. Ее участники подвели итоги работы за текущий год. Активисты общественного движения были удостоены благодарственных писем и подарков развития темы о Владиславе Лихваря. Всего в Ахтубинском районе проживает около 3000 граждан с ограниченными возможностями. 800 человек из них состоят в рядах Всероссийской общественной организации инвалидов, созданной в Ахтубинском районе 25 лет назад. На прошедшей неделе прошла очередная отчетно-выборная конференция этой организации, 10 лет возглавляемой Валентиной Скляровой. Собрание вел Петр Харченко, совместитель председателя районного совета ветеранов войны и труда. Совет ветеранов города и района очень активно и совместно сотрудничает с общественной организацией общества инвалидов. Очень активно у нас принимает участие в работе Совета ветеранов Скляровой Валентины Николаевны. Она является членом Совета ветеранов. Всегда участвует в работе и президиума, и Совета ветеранов. С отчетным докладом выступила председатель общественной организации. Работа комиссии в Ахтубинске значительно облегчила прохождение экспертизы и медицинское обслуживание, ну то есть составление программ реабилитации для всех нуждающихся. Такого результата было добиться совсем непросто. Это заслуга всех общественных организаций инвалидов и в первую очередь диабетического общества. Валентина Николаевна рассказала о своем выступлении, о положительных моментах в работе, о том, что благодаря активистам Совета удалось решить немало проблем. В многих магазинах, организациях появились пантусы для инвалидов-колясочников. Некоторые перекрестки в городе уже оборудованы свето-звуковой сигнализацией. Для членов общества за прошедший период были организованы экскурсионные туристические поездки на гору Багдо, города Сочи, Астрахань, Волгоград. В обсуждении доклада приняли участие члены Совета общества инвалидов, председатели первичных организаций ветеранов войны и труда. Постоянно сотрудничаем с обществом инвалидов, проводим совместные мероприятия. И поэтому очень хочется пожелать им дальнейших успехов в работе. Самое сложное в нашей работе, наверное, это все-таки привлекать спонсоров и помогать, помогать нашим позапечным. Поэтому желаем вам всего самого наилучшего. Вперед тем же темпом. Выступающие давали оценки работе Совета, ревизионной комиссии, председателя организации. Человек именно на своем месте. И на месте каком? Помогать людям. Люди, которые действительно беспомощны, которые считают себя как бы не в обществе. И она старается всех сплотить, вывозит всех. Люди ей благодарны. И работу, которую она делает, я просто ставлю 5 с плюсом. Валентина Николаевна, большое спасибо, благодарность и крепкого-крепкого ей здоровья. Я очень горжусь ей и считаю, что человек действительно на своем месте. Сколько у нее оптимизма, сколько у нее силы, желания, стремления помогать. Даже где-то может быть в ущерб своему здоровью. Поэтому большого-большого здоровья, благополучия, всего-всего самого наилучшего, Валентина Николаевна. И работать дальше на благо нас. Работа председателя районного общества инвалидов и председателя ревизионной комиссии были признаны удовлетворительными. В завершение мероприятия в связи с приближающимся днем инвалида, активным членам общества от имени главы района были вручены ценные подарки, благодарственные письма. Почетными гостями конференции и людей с ограниченными возможностями были директор Центра социальной поддержки населения Татьяна Тетерятникова и депутат областной думы Наталья Быховец, активно сотрудничающие с обществом инвалидов, оказывающие им неоднократную материальную помощь в организации различных мероприятий. По статистическим данным Всероссийского общества слепых за 2012 год, количество незрячих, а также слабовидящих в нашей стране составило около 300 тысяч человек. Немало их и в Ахтубинском районе. Множество преград существует на их жизненном пути. Неудивительно, что радость людям доставляет каждый шаг проявления заботы. Будь то звуковой сигнал светофора или планка со шрифтом Брайля рядом с кнопками в лифте. Лифтов таких в Ахтубинске нет, есть кое-что другое. Говорящие компьютеры появились в Центральной библиотеке. Как жаль, что наши дни летят, увы, с безумной скоростью. Нельзя перелистать назад страницы этой повести. Порой меняя города, несет судьба упрямая. Но мы опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Слова песни читал экранный диктор, то бишь компьютер. То, что написано, он то и читает. Благодаря такому программному продукту, как экранный диктор, даже незрячий человек имеет возможность прикоснуться к миру высоких технологий, рассказывает Владислав Базилевский. Программа представляет собой приложение и синтезатор речи и может переводить текстовую информацию в голос. Яндекс.Губ.Запрос. Яндекс.Документ. Неизвестно. Яндекс.Переводчик. Картинки. Видео. Только курсорчик навели, нажали и все. И пошел он читать. На русском, на английском читает. Прямо слово в слово. Всего таких компьютеров три. Есть и наушники. На делах и другим посетителям библиотеки нисколько не мешаешь. Любая информация теперь доступна. Новости, литература, услуги правовых систем, консультант плюс. На консультант плюс у нас тоже установлена такая программа. То есть любой человек с ограниченными возможностями, он может прийти сюда и воспользоваться этой программой. Постоянно обновляемые все документы, акты, постановления нашего правительства, как местного, так и российского правительства. У нас где-то раз в две недели это все обновляется. То есть каждый документ с обновлением можно здесь найти по любой интересующей тематике. Вообще наша библиотека давно работает по программе «Милосердие». У нас есть аудиокниги, у нас есть фильмы для сурдопереводов. Экранный диктор – это новая услуга Центральной межпоселенческой библиотеки. Она пополнила список работ, востребованных ахтубинцами. Ламинация документа, брошюрирование документа, цветная печать на матовой фотобумаге, на цветной фотобумаге и на обычной. Как черно-белое, так и цветное сканирование, работа с электронной почтой. Наши услуги одни из самых дешевых в городе. Библиотека – это пространство воспитания и образования. Здесь не только комплектуют книжные фонды, но проводят мероприятия, организуют выставки. Тем множество. Ты предприниматель в их числе. Как стать предпринимателем? Пошагово буквально расписано, как это все делается. Доступно, рассчитано на молодежь, для привлечения молодежи в бизнес, для основания своего дела. Сайты перечислены, которые окажут помощь в становлении своего бизнеса. 2015 год – это год литературы в России. В течение этого года у нас в Центральной библиотеке постоянно действующая книжная выставка, на которой мы представляем как новинки, которые у нас поступают, новые издания, так и классику. Майя Кучерская. Вот такой роман у нее пользуется спросом. Мы все уже его перечитали. Очень интересный, жизненный, трогающий за душу. Понравится как женщинам, так и мужчинам. Посмотреть, какие издания, допустим, Чехова у нас сейчас новые. Вот такие есть. То есть книга, которую приятно не только читать, но и как вот подержать в руки, красивая такая. Пелевин – суперпопулярный автор у нас тоже присутствует здесь на выставке. Молодежь, кстати, сейчас очень увлекается чтением Пелевина. Продолжается в библиотеке буккроссинг или книговорот. Общественный книжный шкаф довольно популярен. Любой желающий, выбрав здесь книгу, волен взять ее домой. Взамен может оставить другую. А может этого не делать. Но, как говорят библиотекари, эти полки никогда не пустуют. Посетители верны правилу. Прочитал сам, передай другому. Фонд «Интеркультура» – это крупнейшая международная добровольческая организация, которая объединяет более 50 стран мира и проводит межкультурные обмены. Основная цель – воспитание толерантности, уважения к другим культурам и жизненным ценностям людей других национальностей. Недавно в рамках международного проекта Ахтубинск посетили иностранные гости, педагоги и студенты из Индии. По такому случаю учащиеся четвертой школы подготовили концерт на английском языке, а затем долго общались с гостями. Было довольно интересно, считает Ольга Лемайкина. Волнение такое, словно перед экзаменом по иностранному языку. Педагоги и школьники в ожидании долгожданных гостей. Совсем скоро иностранцы посетят их школу. Велкам! Добро пожаловать в наше учебное заведение. По старинному русскому обычаю визитеров из Индии Ахтубинцы встречают хлебом с солью. Тем временем в актовом зале собралось немало учеников и артистов. В одном лице прибывших гостей они встречали дружными аплодисментами. Фестиваль дружбы, так называлась концертная программа, от начала до конца велась на английском языке. Вы что понимали? Нет, не все. Больше заниматься английским, чтобы все понимать, интересоваться, увлекаться новым. Отличники по иньязу познакомили виновников торжества с историей нашего города. Водный экскурс плавно перешел в развлекательную часть. Знак дружбы на сцене прозвучала знаменитая песня советского времени, популярная и в наши дни. Фестиваль дружбы продолжили танцы в руссконародном стиле. Приятным сюрпризом для иностранных зрителей стало исполнение индийского танца. Иностранные преподаватели на память о встрече снимали фото и видео в течение всего концерта, но артисты не давали гостям засиживаться, то и дело вовлекая их в танцы. После танца знакомство с руссконародными музыкальными инструментами, деревянными ложками, трещоткой, бубном. Переодевшись в русские национальные костюмы, зарубежные гости сымпровизировали музыкальный номер, старательно повторяли совершенно новые для них танцевальные движения. В завершении концерта школяры презентовали представителям Индии сувениры. Итог долгожданной встречи – приятные улыбки и хорошее настроение. Однако расходиться никто не спешил. Собравшиеся в зале еще долго общались друг с другом, обменивались впечатлениями, радостью от знакомства. Они нам понравились, очень дружелюбные. Можно с ними поболтать, очень хорошие. Очень активные ребята, интересные танцевальные номера, мне все очень понравилось, грандиозное представление. Педагоги в четвертой школе рассказывают, их ученики нередко сами посещают различные страны. Они уже побывали во Франции, Германии. Не только. Не исключено, что в скором времени октябрьские ребята поедут покорять индийские просторы. Все ближе и ближе Новый год. Чтобы праздник пришел в каждый дом, специалисты Центра социальной поддержки населения предлагают октубинцам помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, порадовать детей подарками. Совсем скоро наступит самый волшебный праздник, который с нетерпением ждут все дети. К сожалению, дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, порой остается им надеяться только на чудо. Чтобы чудо стало явью, Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района проводит благотворительную акцию «Подарить детям Новый год». Мы призываем предпринимателей и жителей города Ахтубинска принять участие в акции. Ну, надеемся на отзывчивость и неравнодушие ахтубинцев. В качестве новогодних подарков принимается любая помощь. По всем вопросам вы можете обращаться по адресу. Улица Сталинградская, 4, кабинет номер 5 или по телефону 51366. Наш выпуск завершен. Всего хорошего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok